Рабочее утро Ивана Шишканова и Елены Челдышкиной начинается в 8. Водители, начальник отделения связи в тандеме трудятся 4 года. Сами и грузчики, и продавцы. В кузов заносят не только письма и газеты, но и нужные в быту товары. Ценный груз на месте, а значит, пора в путь. В понедельник, среда, пятница мы обслуживаем 10-9 населенных пунктов. В каждом населенном пункте мы уже приезжаем по назначенному времени. Ну и стоим там час. В день почта на колесах проезжает 251 километр. Бездорожье, метель и ливень – не причина остаться дома. Письма и посылки сельчане ждут в любую погоду. К примеру, к 12-ти передвижной пункт мчится в Новую Федоровку. Здесь 200 жителей, половина из них – пенсионеры. Я обслуживаю одна все это, в Надеждинку еще ходим. Вот, она меня возит, эта передвижная почта. Без нее, конечно, очень плохо. Передвижную нам, она очень нам нужна. Она нам и газетки, и товар, и все. Пенсионеров у нас очень старенькие все. Все надо. Я таскаю им продукты, все, газетки, все это. Все на дому. Одни в очередь встают за газетой, другие – за спичками, ну а третьи ждут приправы для солений. В местном магазине нужный товар найдется не всегда. А до райцентра 22 километра. Не наездишься. Мы знаем, к какому-то времени подходить. Мы подходим, к скольким часам оплату, платим за услуги. Какие крупы, что нужно нам, они привезут, мы покупаем. На телефон положим денежки. За свет, за все, если что, заплатим. Куда? За бабушков, если что, заплатим. Принесем. Передвижная почта – это обычное отделение связи только на колесах. Здесь можно не только получить посылку, но и отправить. И на сегодня, пожалуй, главный плюс – безопасность. Все процедуры проводят на свежем воздухе. Ирина Пятина, Владимир Надькин. Народные новости. Старошайговский район. Продолжение следует...